Покупочки. Пришла из магазина Мила, уже разложила. Смотрите, что купила. 60 на 90 размер. Это, понятное дело, для Дэйзи пеленки. Какие-то новые не брала такие, не знаю. Здесь будет нормальный. Эти, по-моему, 7 рублей стоили. Эти 8 на скидке, поэтому взяла как бы 2 упаковки. Одну такую, одну такую. Хотела сначала 2 вот этих взять. Мне кажется, они поплотнее. Потом думаю, ладно, возьму одну такую, одну такую попробую. Мне кажется, будет получше. Тоже размер 60 на 90. Дальше. Опять увидела вот эти вот маски. 25 штук. 4,79 всего лишь стоят. Получается маска 19 копеек и 13, если разделить. Выходит очень выгодно, прям бюджетно. В аптеках намного дороже, поэтому я с удовольствием взяла. Здесь вот такие вот завязочки. То есть, не такие вот тоненькие, да, как у обычных масок. Она прям сделана из такой же ткани. То есть, широкая и не передавливает ушки. Поэтому хорошие маски. С удовольствием взяла. Сейчас же, знаете, пик надо. Брев мне очень нравится для чистки раковин. Что тут еще? Для ванны я его использую, да. Чистота и блеск, антиналет. Приятно пахнет лимончиком. Я от него не задыхаюсь. Хорошо очищает. Вообще люблю. Полоскалку вот такую взяла. Лесной бальзам. Ну, попробуем. Не знаю. Дешевенькая такая. Еще на скидке была. Цены просто сейчас взлетели на все. Мои листерин уже бешеных денег стоят. Ну, короче, не знаю. Экономим. Буду это пробовать. Гель для душа. Какой-то интересный тоже взяла. Я думала, это наш белорусский. Но, по-моему, это Россия. Попробуем. Два с копейками стоил. Тоже был на скидке. Нужно пробовать что-то новое. Так, ну, вот эти вот женские штучки я беру. Тоже, кстати, на скидке. Рубль 75. Ну, классная. Мне нравится. Есть запахом, есть без запаха. Это информация для девочек. Взяла Sense1 с вторым. Малышка такая. Тоже на скидке. И девочке хочу показать, рассказать вот эту вот маску. Я только раз показывала. Она реально крутая. У меня объем 500 миллилитров. Была точно такая же. На 1000 миллилитров. Это, по-моему, 6 стоит на скидке. А та 9. Литр брать выгоднее. Но я не люблю сильно большая банка. Она у меня очень много места занимает на полочке в ванной. Мне потом нету места что-то другое поставить. Ну, как бы она высокая и тяжелая. Я взяла вот такой вот. Классно увлажняет. Она густая. Такая прям чуть-чуть нужно. И волосы прям шелк-шелк. Не пушатся. Легко расчесываются. Мегусеньки обалденно. Вкусно пахнет. Вот, не знаю. Обожаю эти маски. Мне кажется, за 6 рублей 500 миллилитров. Просто вот огонь. Это, по-моему... Не помню, кто производитель. Что-то не нашим. Франция, Нидерланды. Что-то такое. Или Германия. Ой, не буду искать. В общем, что-то европейское. Но классное. Присмотритесь. Ну, и в аптеке еще, знаете, что взяла угол по 69 копеек. Вот в таких вот коробочках был. Обычно в каких-то бумажных. А здесь так. Здесь получается 30 таблеток. Взяла 2 упаковки. Пускай будет. Ну, вот как-то так. Маски однозначно. Смотрите, сейчас пока есть, да. Маску тоже беру уже не раз. Советую. Брев тоже обалденный. Ну, вообще, я уже говорила, да. Когда есть какие-то скидки, да. Акции. Сейчас люблю закупаться. Ну, и сейчас, сами видите, цены растут. Поэтому как-то так. Решила куртки перестирать. А то у нас уже холодно. Уже надо все зимнее доставать. И с обувью уже немножко разобралась. Поставила все такое зимнее. И хочу попробовать один лайфхак, да. Как показывают. Вот эта у меня куртка. Она-то чистая, но смотрите, здесь вот желтая. От тональника, от пудры. Прямо на воротнике. Потому что воротник высокий. Куртку я полностью стирать не хочу. Взяла ватный тампон. И хочу сейчас попробовать с мицелляркой. У меня это гарнир. Вот это. Говорят, что хорошо удаляет. Ну, сейчас попробуем. Отлично. Просто супер. Испытала на себе. Если не нужно куртку полностью стирать не хотите, то быстренько мицелляркой. Она как водичка, да. Никаких разводов не оставляет. А если пристирать, то вообще будет. Новая чистая идеальная курточка. Класс. Слушайте, работает. Вот молодцы. Вот всегда в тиктоке что-нибудь найду интересное. Действительно есть очень полезные лайфхаки. Раньше я им не пользовалась. Сейчас. Смотрите, сейчас она еще подсохнет. И вообще будет супер-пупер. Не знаю. Моя вот гарнир сработала. Другие не уверена. А может быть тоже сработают. Что я делаю сейчас? Посмотрите, открыла весь свой шкаф. Выбрасывала некоторые вещи. Сейчас буду это все мерить, примерять. Кое-что мне не подходит. Отдам. Маме кое-что переберу и оставлю носить дома. Все какие-то майки такие уже страшненькие. Я повыбрасываю. Здесь вот такие вот занумошенные. Вот. Но они целые. Ну как бы я не знаю. Такие уже как бы. Дома носить точно их нет. Вот это вот. Тут еще штаны. Тут еще такая вот туника эта. Майка розовая. Майка розовая. Тут еще, короче, что-то. Это все отдам на дачу. Пускай там будет. Вот. А сейчас буду разбирать. Тут еще здесь хочу тоже разобрать. Блин, надоело мне это вот все висит. Складируется. Я понимаю, что это все не ношу. Просто не успеваю. Висит годами. И внизу, ну внизу как бы здесь кофты. Тоже посмотрю. Сейчас повыбираю штуку, да. И поубираю со шкафа. Я сейчас собираюсь готовить очень вкусный салат. Уже делала. Поэтому это мой второй раз. Решила сегодня с вами поделиться. Он простой, но очень-очень вкусный. Так, нам понадобятся, собственно, кальмары. Мы сейчас их хорошенечко промоем. И будем отваривать. Хорошо обязательно нужно помыть от этих всяких оболочек, от этой слизи, от грязи. Все внутренности достать. Там много чего плохого. И отварим их потом. Яйца тоже нам понадобятся. Вот на такое количество кальмаров я возьму 4 яйца. Яйца тоже нужно отварить. Лук. Если не любите лук, то можете, в принципе, не добавлять. Написано в рецепте красный лук. Но, мне кажется, если возьмете обычный репчатый, ничего страшного. Я возьму такую среднюю луковицу. Можно больше, можно меньше. И также нам понадобится огурчик. И потом все это можно будет заправить либо майонезом, либо сметаной, либо натуральным йогуртом. Я буду заправлять майонезом. В общем, давайте я сейчас все здесь отварю и покажу вам дальше. Кальмары долго варить не нужно, потому что, если вы переварите их, они будут жесткие. И когда все это варится, смотрите, сколько от них еще грязи отходит. Потом их нужно опять хорошо помыть, изнутри достать все, что не достали. И там будет вот такой вот длинненький, похоже что-то на пластиковый стержень. Это тоже все вынимается, достается. То есть полностью все изнутри, чтобы никаких какашек там не было. Хорошенечко еще все примываете. Все это облезет, вся эта кожица. И они станут вот такими вот беленькими. Если вам лень возиться с кальмарами, то можно купить готовые в баночке. Продается в магазине, но в натуральной такой заливке. Без всяких томатных соусов. То есть вот, чтобы натуральные были кальмары. Ну, готовить их не сложно. Очень быстро, сейчас они немножко, еще пару минут поварятся. И все, буду их мыть. И будем с вами резать. И здесь уже у меня яйца кипят. Тоже будут скоро готовы. Вот такие вот. Вода такая розовая становится после них. Они прям форму приобретают, круглую такую. И становятся беленькими-беленькими. Здесь у меня уже порезанный лук, огурец. И я добавила замороженный укроп. Можно добавлять любую абсолютно зелень. В прошлый раз у меня была петрушка. Если есть свежий, то это вообще отлично. Но если нет, то можно вот прибегнуть к заморозке. Да, или возможно добавить сухой укропчик. Мне кажется, будет не менее вкусно. Я уже подготавливаю кальмары. Вот такой вот красавчик. Он уже отваренный, готов. И я просто режу на такие вот небольшие колечки. Столько кальмарчиков получается. И здесь уже остывают мои яйца. Я уже все добавила. Хорошо перемешаем. И не забудьте, конечно же, посолить, поперчить. Все по своему вкусу. Кроме соли и перца черного. У меня здесь больше ничего нет. Сюда даже ничего, в принципе, не нужно. И заправлять я буду вот таким вот майонезом от Рика. На перепелинном яйце. Есть, кстати, несколько разных видов. Не знаю. Это, наверное, самый наш любимый, самый вкусный майонез. Я вот уже, наверное, им пользуюсь. Ну, года два. Классный, вкусный, с хорошим составом. Приятный, нежный. Не то, что вот этот вот в пакетиках. Такой вот обычный совсем не то. Вот такой вот у меня салатик получился. Я как попробовала, теперь просто не могу. Это очень-очень вкусно. И мне кажется, на какое-нибудь мероприятие, да, или когда к вам приходят гости, сделать вот такой салат. Все будут просто в восторге. Я себе уже здесь положила немножко в тарелочку. Буду сейчас наслаждаться. Здесь вот еще много салатика. Пробуйте, готовьте. Пишите, как вам такой рецепт. Знаете вы о нем или нет. Все мои рецепты очень простые, доступные. Я буду рада, если вы будете меня отмечать в инстаграм. Или писать в комментариях, что готовите по моим рецептам. Кто кушает, всем приятного аппетита. Я еще поставила компотик вариться с клубничным таким джемом, да. Точнее, с клубничным джемом, с протертой клубникой и яблочки свежие. Сейчас будут закипать. И здесь у меня домашние мои печенюшки овсяные. Божай приготовила. Такие вот получаются, они красивые. Только что достала, еще горячие. Сейчас остынут. И можно будет кушать. Мордочка. Что к нам приехало? Ты на диску говорила, что здесь какая-то семья. Сейчас сама уже закипала. Ты говори, не да, ты говори. Ну и что? Так. Ого! Что за свет потух у нас в хате? Включится свет нам. Обзорчик небольшой продуктов. Вы же любите смотреть, да? И милая мордочка здесь. Ой, ты тут как тут. Ой, ты тут как тут. Ну куда ж без чабаты? Ой, что-то тут к нам приклеилось. Ва! Так. Сэндвич с копченой грудинкой. Сэндвич с ветчиной и огурчиком. Вот такие вот. Да, два сэндвича. Ну, вроде бы неплохо, да? Аппетитненько. И это тоже аппетитненько. Первый раз взяли такую штуку попробовать. Называется Поке с красной рыбкой, чукой и лимоном. Это, мне кажется, все остатки от суши, что не вошло. Они вот сложили в такую и продают. Ну, попробуем. Две штучки. Юра взял. Так, йогурт. Чудо. Ммм, какой-то интересненький. И еще чудо. Персик груши 2. Класс. Это обычный творожок. Мы и Деська едим. Визюна, а что там? Иди помогай. Сыр пармезан. Визюля, иди помогай разбирать. Хуруму. Хурма. Иди смотри, что это? Хурмушка. Деська, смотри. Она не понимает, думает, ее консервы. Хурма твоя. У тебя все есть. Ого, сколько. Мандарин. Ё-моё. Здравствуйте. Ну, хорошо, отлично. Мандарин как скинь. Родители в гости должны, наверное, заехать. Вот нам будет бананчиков немножко. Так, только они желтые какие-то, нет? Это там, ну, маршка. Она была не брать. Ну, ладно. И какой-то напиток. Ледок. Мама позвонила, сказала, что вот они приезжают. Я тоже принесу. Угу. Хорошо встает. Так. Ну вот, что мы тут набрали. Сейчас скажу, сколько Юра за это отдал. 32 рубля 40 копеек. Вот вышла. Перекусить что-то здесь мокрое. Не знаю. Ну, будем пробовать. Я вот так вот сижу. Знаете, у меня такие мысли в голове крутятся. Не могу понять, почему некоторые люди такие злые прям, я не знаю, брыщут своим ядом во все стороны. И считают это нормальным. Почему сейчас норма незнакомому человеку, постороннему человеку высказать свою фе. Тыкнуть на его какие-то недостатки, на то, что он там как-то не так выглядит, как кому-то бы хотелось. Не соответствует чьим-то идеалам. Не так накрашен, не так одет. Не такой комплекции, не так ходит, не так сидит, не так стоит. Вот что это вообще за моральные принципы у многих людей? Выливать свою желчь на других? Я вот не понимаю, для чего это люди делают. Зачем вот этот вот галимый сёр, хейт выплёскивается? Мне это, честно, мне это не понять. Я, наверное, знаете, как думаю, что у людей просто нету своей жизни. Вот у них настолько всё плохо. Они настолько не востребованы ни в какой-либо из сфер, ни в жизни, ни на работе, ни в семье, ни с друзьями, не знаю. То есть у них вообще ничего нет нормального. И вот они пытаются показать своё, успокоить себя, наверное, как-то приободрить. Получить превосходство над другими, когда они вот это вот всё выливают на другого человека. Я просто другого объяснения не нахожу. Мне просто не понять, да, вот это вот наглое такое человеческое качество, всунуть нос туда, куда тебя не просят, и тыкнуть на что-то. Потому что, чтобы написать что-то хорошее, людям чаще всего лень, да. То есть они не видят что-то хорошего, да. А вот когда вот что-то вот такое не видится, что можно уколоть, да, то они тут же напишут, вот у них прям бомбит, я не знаю, подгорает одно место. Не будьте такими буками, и всё у вас будет в жизни хорошо.